С начала этого года вступили в силу очередные изменения, касающиеся возраста выхода на пенсию. Это очередной этап пенсионной реформы, запущенный ранее. В 2024 году на заслуженный отдых выйдут мужчины, которым исполнилось 63 года, и женщины, которым 58 лет. Однако получить пенсию не удастся, если к этому моменту трудовой стаж работника не достиг 15 лет, а количество пенсионных баллов менее 28,2. Зато те, кто уже получает пенсию по старости, получат надбавку. Выплаты неработающим пенсионерам проиндексировали на 7,5%. Минимальный размер оплаты труда увеличили до 19 242 рублей, что повлекло за собой рост остальных выплат, связанных с величиной МРОД. С этого года матери-героини, а также семьи, награжденные орденом «Родительская слава», не будут выплачивать НДФЛ с полагающихся им выплат от государства. Получать детское пособие родитель будет, даже если он вышел на работу, пока ребенку не исполнилось полтора года. А родители детей-инвалидов теперь могут получать выплату по уходу за особенным ребенком, являясь официально трудоустроенными. Еще одно важное изменение касается выплаты материнского капитала. Теперь претендовать на него могут только те семьи, в которых ребенок является гражданином Российской Федерации по рождению, и, соответственно, его родители являются также гражданами Российской Федерации. У нас же допустимо приобретение гражданства Российской Федерации по разным основаниям, не только по праву рождения. И, соответственно, раньше получалось, что право на материнский капитал имеют граждане Российской Федерации независимо от способа приобретения гражданства. То есть, если даже оно являлось приобретенным, все равно это право имелось. То есть, был принцип просто гражданства. Теперь учитывается именно, каким образом гражданство было приобретено. Также с этого года разрешено тратить мат-капитал, полученный отцами-одиночками, на накопительную часть пенсии. А сам материнский капитал с 1 февраля этого года увеличится. На первого ребенка выплата составит 631 тысячу рублей, на второго – 833 тысячи, если до этого не получили на первого. С начала этого года банки и микрофинансовые организации, прежде чем дать заемщику новый кредит, должны определять долговую нагрузку клиента и получать от заемщика письменное подтверждение, если на кредиты у него будет уходить более половины дохода. Берутся те платежи, которые уже заемщик должен платить, суммируются с теми платежами, которые ему придется платить, если он получит новый кредит, новый заем, и сопоставляется эта сумма с его среднемесячным доходом. Если показатель более 50%, то получение вот такого письменного документа до предоставления заема является обязательным. Таким образом, у нас государство пытается с одной стороны повысить осознанность заемщиков, а с другой стороны, возможно, пытается таким образом снизить долговую нагрузку, потому что у нас уровень закредитованности населения является достаточно высоким в настоящее время. Получить кредитные каникулы теперь могут граждане, чей доход снизился более чем на 30% или пострадавшие от чрезвычайной ситуации. При этом дата заключения договора больше не имеет значения. Раньше было ограничение. Договор нужно было заключить до 1 марта 2022 года. Кроме того, для кредитных каникул повысились лимиты. Если раньше по кредитам, которые предоставлялись под залог транспортного средства, лимит был 700 тысяч, лимит самого кредита, то теперь это 1 миллион 600. По остальным кредитам раньше лимит был порядка 300-350 тысяч для физических лиц индивидуальных предпринимателей. А сейчас этот порог увеличился до 450 тысяч рублей. То есть больше граждан могут воспользоваться вот такой годной мерой. Кредитные каникулы предоставляются по заявлению в банк. Получать согласие кредитора не нужно, но придется подтвердить причину для отсрочки. На 2024 год также продлили кредитные каникулы для мобилизованных. Кстати, с этого года мобилизованные граждане, контрактники, завершившие службу, а также члены их семей должны получать приоритет при приеме на работу. Также с 2024 года призывной возраст для мужчин увеличивается до 30 лет. Это касается и альтернативной службы. Андрей Бессонов, Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.